Мир вашему дому. С миром, с миром. Слышно? Да. Сейчас я все беру. Я тоже нормально вас вижу, слышу. Мы введем записи тут. Сейчас только закончили записи по житьям святых. А, да, я уже некоторые ролики видел. Вот, налаживаем сейчас все это дело. А там в конце будет очень сильное. Да не в конце еще, в середине. Пока идет только молитвенное, как молились святые. Хорошо, хорошо. Очень хорошее. Рассказываю еще у вас. Мне нравится, да. Вот, вопросы немножко накопились такие. По Псалому 118 Давида. Давай. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли. Как изгарь. Это вот что? Акалина. Когда вот бывает, нагорает что-то. А, понял. На котлах или что-то. И Акалина ее сбивает. Изгарь. Ну и она отлетает. И несчестивые такие же. Она никому не нужна, ничего. Мы же иногда чистим, и бывает плитками отходит там, нагоревшая. А, вот-вот-вот. А это, думаю, что-то изгарь может быть. Оказывается, понял. Это гарь, нагар как бы. Да, нагар, который есть. Там они говорят про котел. Котел, когда железный бывает, и на нем там нагорает остатки воды и прочее. Угу. Понял. Далее, значит, этот же Псалом 118 Давида, 156 стих. Много щедрот твоих, Господи, по суду твоему оживи меня. Вот. И такой вопрос. Это он говорит, Давид, по суду твоему оживи меня. Это про земную жизнь или имеется в виду уже о вечности? По земному, здесь. Его сильно угнетали страсти, враги его преследовали. И он говорит, Господи, все время, ты учти, я исполняю заповедь, я люблю. Оживи меня, я как мертвец. На меня все плюют, давят, гонят меня. Я потерял все в горах ночую, в пещере где-то. Он бедный скиталец, где он только не бегал. Его гонял его тесть, Саул. Готовился убить. Он говорит, оживи меня. Поэтому он Саулу говорил, ты за кем гоняешься? За мертвым псом. За мертвой собакой. Он сам себя признавал мертвецом. А это царь Саул, который, да, был? Ну, псалом-то не... Он во всех псалмах об этом говорит, но это из его истории. Ага, это вот царь Саул, который гневался иногда, да? Да, это его тесть. Он не просто гневался, он искал убить его. Он непрерывно искал убить его. Но Бог его спас. Нам даже страшно подумать, если бы Саул его убил, у нас бы псалмов не было. Весь мир молится по этой книге «Псалтырь». Самая популярная в мире книга – это не Евангелие, а Псалтырь. Это Псалтырь. Ясно. Вот так. Вот далее, значит, 159 стих. «Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня». Ну, это значит, значит... Да, он ставит Богу «Оживи меня», что это мои заслуги. Я люблю Твои заповеди. Я Твой друг, Господи. Оживи меня. И он впереди себя, как щит, ставит мою любовь к Твоим уставам, заповедям. Мы делаемся друзьями Богу. «Господи, я Твой друг, я люблю Тебя, оживи меня». Ну, как-то разгреби маленько. Ну, враги со всех сторон лезут, и жена вас стала против. Сын меня изгнал, чуть не убил. Дай мне слюну-то проглотить хотя бы. Ясно. И вот 176 стих. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Вот это главное теперь. И вот здесь, да-да. И вот здесь я вот хотел спросить-то. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». А как же тут, раз он заповеди не забыл, как же он тогда просит «взыщи раба Твоего-то?» Если он заповеди помнит, вот это вот я немножко недопонял. А это уже после всего псалма. Представь, 176 стихов. И Давид увидел себя, кто он такой при исполнении заповеди, как овца потерянная. То там не так сделал, то там не так. А этим самым грехом мы удаляемся от Бога. Мы мыкаемся налево-направо. «Господи, я потерял Тебя из зрения. Не Ты меня забыл, а я Тебя забыл. Прости меня, Господи. Взыщи меня. Куда я забрел-то? Чужую жену взял, с крыши свалился, хозяина убил. Взыщи меня. Пропал я, Господи». Понятно. Это мы должны каждый день считать. И так рекомендуется, кроме субботы и воскресенья, просчитывать 118-й псалом. Да-да, все правильно. 176-й стих – это последний стих. Да, это чаще всего его считают. Рекомендуется. А вот я даже тоже недавно встретил такую информацию в интернете, что Феофан Затворник Говоров. Он по этому псалму тоже там что-то говорил, толкование или что. И оказывается, такая деталь довольно-таки интересная всплыла, что он сказал с еврейского языка, когда на еврейском языке читаешь эти стихи, то они получаются как алфавит, азбука еврейская. По восемь стихов идут, в смысле, начальная буква А, допустим, и восемь строчек. Потом, значит, Б, и восемь строчек. И так весь еврейский алфавит, там 22 буквы говорит, и вот заканчивается уже последним. И давали это учить еврейским мальчикам, то есть с детства, вместе наряду с азбукой, и вот этот псалом 118-й. Интересная вот эта вот деталь довольно-таки. Ну, это просто для интереса. Но если мы его не знаем, это нисколько нам не помешает. Главное это содержание псалма. И кто нам перевел его, его перевел как раз Павский Герасим Петрович. Царство ему небесное. А это уже, это называется у русских, как растихом написать. По первоначальным буквам можно составить еще это «Привет тебе, друг мой» или еще что-то. Может быть и так. Он обладал знаниями этими, но на этих знаниях он не остановился. Он стал говорить, зачем Библию переводят именно с Масаретского. Из Масаретили все. Надо переводить септуагинты. Вот Говаров как раз, Пеофан Затворник, был против русского перевода. Перевода с греческого надо делать было. Но перевод греческий, он как это так? Когда с одного языка на другой, на третий. Он неправ, конечно, здесь был. И поэтому священный Синод принял решение переводить с оригинала. А он говорит, что евреи сами перепортили. Но тут он хватил уже через край. Евреи в каждой строчке считали сколько букв, и на каждой строчке ставили количество. Он даже как будто никогда не слышал. У Геннадия Фастова это подробно написано в книге «Этюды». Она небольшая, такие книжечки «Этюды». Он тоже работает там с оригиналами. Ясно. Это означает, что у меня закончилось? Она чего выскочила-то? А вы ужимали? Ну да. Значит, закончилось. Закончилось, да? Я его убрал. Ну вот. Ну только делов-то. А вот далее такой вопрос еще. Тоже этот же Псалом, тридцатый стих. Там так звучит он. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды твои. А вот здесь во множественном числе уже, как бы говорится, суды твои поставил перед собою. А это что это такое? А то, что мы рассматриваем, какие правильные суды. Вот у меня в семье несчастье. У меня умер сегодня брат. Вчера я потерял родимую дочь свою. Утонула. У меня родственники живут на Украине. Там поднялась такая смута сейчас. Это все суды божии. Я не знаю подробностей, но это без божьей воли этого не может быть. Погибают люди. Вот мне сейчас сегодня одна пишет. И видно, она крепко верующая. Говорит, сейчас я мужа провожаю на войну. Мужа на войну. В буквальном смысле. А сама сажусь сразу, говорит, сейчас смотреть ваш ролик. Так интересно это. Я ему сказал, ты может не пойдешь. Он говорит, да как я не пойду, когда я врач. Я обязан идти туда. Там будут раненые и другие. Вот какой народ-то пошел крепкий. Там что-то шахтеры, там будут луган. Ну так что, Донецк. Ну вот это суды божии. Я вижу суды божии праведные. Праведное, что была буря. Праведное, что деревья упали и не задавили нас. Это все от Бога. Мы это все должны видеть. И прославлять Бога за это. Ясно. Вот еще встретил в вашем стихотворении. Там был прогнилой плод акриды. Акриды? Что это такое акриды? Акриды это соральщиковые. Кузнечики. Кузнечики. Кузнечики, которые прыгают, стрекочут, играют на скрипке. Соральща. И когда соральща летит, на фонаре летят они, ночью-то и бьются. И они там целые кучи падают. И бабки их собирают, теперь толкут. Из них там прекрасное кушание делают. И он был в пустыне, эти акриды собирал и ел. Все ясно. Соральщиковые. Леви там книга, 11 глава, говорит, какие из них чистые, какие нечистые. Акриды это чистые. Я бы есть не стал. Я не приучен к этому. Мы жили в такой обстановке. У нас очень строго придерживалась пища чистая, нечистая. Старообрядческие законы эти были. Чужой из кружки не напьется. А у меня сосед был. Мы идем из школы. Он говорит, ну пойдем грачей сдарить. У нас грачевая роща. И там на одной березе, там бывает гнезд 8-10. А в каждом гнезде 5 грачат. Они толстые, вот такие вот. Вот как вот такие примеры по размерам, как кулак согнуть-то. А здесь голова. Он берет ее за год, так вот махнет. Он летит вниз, а голова у него в руке. Потом выходит, пальцем так раздирает, внутренность убирает. А там жир такой. Птицы. Они такие вкусные. Но у нас считалось это нечистые. У нас можно было рябчики, хуропатку, тетерева. Только вот это есть. Я ловил сусликов. У меня один приходил и брал этих сусликов. Они же чистые, ничего в них нету. Он ел там от туберкулеза или что, это как борсущее мясо. А мы все думали, вот надо же, Иван. Иван Ильич берет у нас там, с которым я пас вместе коров. А у нас это погано. Если я там где-то прикасался, надо руки помыть. То есть мы фарисеи. Я из фарисейской семьи. А вот если кружку дать попить, это надо другую посуду давать? Отдельная посуда, которая называлась для мирских. Мы к дедушке когда приезжали, а мы там не соблюдали. Ну, что спрашивают? А у деда-то строго соблюдалось. Так он у нас отдельной чашкой, пока над нами молитва не будет просчитана. Чашка, помню, была синяя, такая цветная. Она чистая, тут же стоит. Но нельзя. Нельзя. И это правильно было. Это средство замозащиты. Один сифилиточный, который попадал бы и заразил, если допилиться, вся деревня вымирала. Врачей у них там не было в тайге. И поэтому они только для них одних. И один, не знаю, в ту дорогу проложили, поехали. И он то ли написал, или как сказал, колодец черпайте и наливайте. А потом смотрит, кто-то почерпнул и пьет. Потом своим ведром лезет. Так мужик, что сделал? Колодец засыпал и уехал с этого места. Вот как строго смотрят. Люди нарушают порядок самосохранения. Самосохранение. Это чисто практическое применение. Это практическое применение. Но они это возвели в рамках того, что чистый, нечистый, уже на духовном уровне. Иначе не удержаться было. И это все оправдано. Понял. Действительно. Да. А вот еще, значит, такой вопрос. От Луки, Евангелие, 20 стих, 35 по 36. А, 20 глава, 35-36 стих. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения, из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут. Ибо они равны ангелам и суть сыны Божия, будучи сынами воскресения. И вот вопрос таков. А если вот живут муж и жена, и, допустим, они, ну как, после смерти вместе останутся или нет? Никто ничего не знает. Но жениться уже не будут. Этого не будет там. А, в смысле имеется в виду, если спасение удостоится оба, да? Если оба удостоятся, то друг друга, видимо, узнают. Это так, это предположительно. Еще об этом не написано. И поэтому рассуждать на эту тему, Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все. Не знаем. Но явно, что они женятся, замуж не выходят. Значит, они там будут не муж и жена. Муж и жена эти связи только для земли. Там их не будет. Ясно. И вот еще сказано. Пророк Амос. Восьмая глава. Стих 11 по 14. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, но, а, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. И вот, здесь вопрос такой, которые клянутся грехом самарийским. Это что за грех? Это означает, из данного колена придет антихрист, всемирный правитель еврей, и будет царствовать над всей землей, вот когда 666 этот знак будет ставить, 3,5 года, из колена данного. И люди его примут как Бога, он сядет как Бог в храме, выдавая себя за Бога. Это грех, который никогда не простится, и кто примет начертание, покаяния уже не будет. Мы можем все отнести к этому времени. А тогда там стоял отдельный идол, ему кланились. Это из того времени, так называемая экстраполяция, перенос событий во временной форме. А это и есть самарийский грех, да? Да, в Самаре, вот когда евреи относились к ним хуже, чем к языщикам. Они соблюдали, признавали 4 книги Моисеева закона. Или там 5 книг. Самарянка, которая со Христом-то встретилась у колодца, она говорила, где поклоняться, здесь или там. Евреи их ненавидели, они старались обойти даже, чтобы не заходить в деревню-то. Но в одном самарийском селении их не приняли, они хотели сжечь его сразу же. А самарянам им Иеравам построил в двух местах, где они могли поклоняться идолам. И ставили священники, кого хотели. Они вот за это их двойственность, они ненавидели их евреи. Они, говорит, никакого отношения к нам не имеют. А их откуда-то прислал еще царь там Новозардан, кто был. Вот так. Ясно. Все это понятно, да, да. Ну вот, потом, значит... Ну вопрос это, в общем-то, вот, закончилось. Все. Все закончилось. Значит, начинай учиться, что там есть. Мы сегодня записали опять несколько роликов по шитьям. И все строже и строже идут вопросы. Да, я смотрел. Мне попросили, чтобы я сам насчитывал, но я не могу. У меня четыре причины, что я не могу насчитывать. Со зрением неладно, с ушами. У меня бронхи плохие, зубов нету. Так что я свое насчитал. Да, и вот я как раз тоже вот начал читать вот книги, все потихоньку, помаленьку, вот так вот, да. И убеждаться, начиная, что над собой я чуть ли... Ну, маловер это точно, но чуть ли не язычник прям получается. Вот исследовать начал себя перелопачивать в свете Библии, того, что вот как оно и написано и в Евилангелии. Даже насчет тех же мощей, вот, у меня тоже представление было совсем другое. А вот сейчас-то все больше и больше, да и сомнений уже не остается-то. Вот то, что вот прикасаться к мощам, там, все хоронить, просили, чуть ли там не убегали прямо от этого святые, вот кто вот был-то. Они запрещали даже волосы с бороды брать там. Ну, это вот... Это все священники скрыли от людей. Скрыли. А я-то ничего не говорю, беру из жития святых и копирую, в кавычки взято это. Беру из Библии кавычки. Тут ни один человек на вселенной никогда не может вопроки сказать. Он просто сказать, я не верующий, это он может сказать. Но опровергать как? Я стараюсь, чтобы в церкви была чистота. Я корысти-то никакой не имею. Я не патриарх. Да, и вот это вот первый раз, когда я услышал, я как-то не принял это сначала. Ну, где-то в роликах там вот я услышал о святых мощах. А потом вот все дальше-то и больше. Как бы это получается... Вот вы это тоже правильно назвали. Переформатирование сознания. То есть у людей некоторых забито это вот уже. И они прям только начинают говорить. Еще даже смысла не поняли, сути. Они все. Нет, нет, это нам не надо. Мы уже знаем, мы читали, нам говорили, батюшки. И вот как за зомбированием, действительно, и я сам такой был. Вот. И, то есть, вот... А потом ты вот так вот в другом свете как начинаешь это все высвечивать. И, ну, действительно, это так и получается. Да. Действительно. Вот, вот. Ну, и теперь вот я хочу сказать, что у меня вот этот вот процесс, он идет вот такой вот, переформатирование, уже евангельский именно подход, евангельский, по слову Божьему, по святым отцам, вот, да. То есть, что они растолковывали, зная, что будут вот такие уклонения, такие вот будут отступления для будущего. Они вот все это, как могли, духом святым записывали и растолковывали. Да. Да. Я кое-когда материалы скидываю, амразные, вы смотрите, какие богатые материалы. Да, отличные материалы. Отличные просто. Это хорошо. Сергей там выставляет о канонах, сейчас о жизни святых. Мы идем, не соревнуясь ни с кем. Таких материалов просто нет нигде. И меня спрашивают, ну, сегодня нет, завтра могут быть и завтра не будут. Это и такие материалы никто не даст. Это надо знать полностью Библию, в памяти всю держать, и все жития святых, и не соглашаться нигде, где вопреки Библии. А это жизнь другая совсем. Тех, которые в церкви, они на это не пойдут. А которые не признают жития святых, секты, им это и не надо. Поэтому мы вне конкуренции. Хорошо или плохо, а других нет. Это надо открыть. Поэтому нас просят, мы решили опубликовать все это. Это интересно, это полезно, это душа полезна, душа спасительна. Знание очень много это дает и помогает смиряться. Ну все, у меня все, Игнатий Тихонович. Все, слава Богу. Не смею задерживать вас. Спаси Христос. Спасибо, Христос. Давай в день отходи, выключай. Слава Христос. Благодарю, что вышли. Мы вас помним, за вас молимся. Спаси Христос. Всей общине большой поклон, привет и до всех благ. Слава Христос. Спаси Господи. С Богом. С Богом. Видишь, как Господь сроднил. Как действительно все родные сделали, новые люди. 22 минуты говорили. Ну и вот.